Привет всем, я София Гоберг. На этот раз я хотела бы рассказать о тех способах защиты от негатива, которые меня так часто спрашивают. Вот есть ли способы защититься от негативной энергии и что из этого самое важное? Так вот, главная опасность негатива – это готовность его воспринять. То есть готовность есть подсознательная и неосознанная, а есть, которая вполне осознанная, то есть всего три вида. То есть иногда люди из своего страха, они готовы принять негатив, и в этом их главная ошибка и главное начало пути к поражению. Готовность и страха – это одно. Вот, это самое простое, что стоило избежать. Но с теоретической стороны это просто, а с практикой это очень даже сложно. Вот. Дальше есть подсознательные страхи. Подсознательные страхи, которые долго-долго держат негатив. А дальше еще есть страхи, которые вне сознания и вне подсознания. Есть те, которые называют родовыми проклятиями, родовой порчей и так далее. Говорят, что есть дурной глаз, сглаз и так далее. И поэтому, я говорю, есть осознанный страх, есть страхи подсознания, а есть еще то, что наведенное извне. И поэтому готовность к восприятию чужого негатива или своего поражения, своего негатива, готовность признать негатив – это самое большое, что ведет к поражению, самое яркое, что может привести к поражению. Вот. Дальше. Есть такой теории о негативе. То есть негатив в глазах смотрящего. То есть кто ставит на что-либо отрицательную процессию. То есть они чем-то накладывают свое отрицательное мнение. Есть такой термин – процессия. То есть это не процесс, а восприятие процесса и восприятие процесса как такового с накладкой личного мнения. И этот термин – процессия. То есть это не процессинг, как это есть в английском, и не просто процесс. Это как бы процессирование. То есть это проживание какого-то процесса с накладкой своего мнения, из памяти прошлого, из накопленного жизненного опыта. И опять-таки восприятие своего опыта в течение какого-либо процесса. Я надеюсь, это понятно. И главное, защита от негатива, о чем меня так часто спрашивают, есть очень простая такая штука. Вот люди говорят вот там, вот черт. К примеру, часто очень говорят, вот черт. И значит, что вы его позвали, вы позвали негатив. Но позвали и не сказали, что ему надо делать. Поскольку люди чаще всего абсолютно ничего не понимают черной магии и не посвящены. Поэтому звать темные силы, звать негатив непосвященному человеку я бы никогда не советовала. Поскольку позвали, он пришел. Он как такой верный солдатик, он пришел. Он верный служка. А позвали и ему нету никакого указания, что делать. Тогда он начинает вредить тому, кто его позвал. А иначе зачем позвал? Это его работа вредить. Это его работа питаться негативной энергетикой людей. Питаться чужими страхами. И поэтому ему, естественно, негатив позвали? Позвали. Просто ляпнул. Вот черт. Простой ляпсус. Я защищена, потому что я посвящена черной магии. Я магистр черной магии. И поэтому я знаю, что с ними делать, когда негатив подчиняется, когда его перенаправить. И поэтому никогда не стоит поминать негатив без нужного термина, без какого-то команды и без его задания. То есть, если нет цели и зачем, тогда и не зови. Это как если позвонить непонятно куда и непонятно что сказать. Просто хай, привет и все. И что? А позвоню ты в банк, к примеру, и сказать просто привет, это будет очень глупо. И поэтому с негативом это также точно глупо. Только если кто-нибудь позвонит, ну, к примеру, в министерство или к незнакомому человеку, ну, в лучшем случае на том конце трубку повесят и все. А если негатив позвал, тогда его дело вредить. На то он и негатив. И поэтому, чтобы от него защититься, лучше его никогда не звать даже в шутку и даже не в значай. На этом часть первая окончена.